Закатываем банки, как в Иркутске выросли цены на овощи, узнаете совсем скоро. Чемпионка мира из Забайкалья, как Анастасия Конопко, удается гармонично сочетать карьеру и личную жизнь. Об этом расскажем в программе «Середина земли». Какая средняя продолжительность жизни у монгольских мужчин? Какие проблемы стоят перед ними, расскажем в этом выпуске. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экрана в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Галина Тюрнева и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. В Устелемске прошла акция «Живи лес». Десятки добровольцев пришли к одной из городских школ, чтобы высадить там деревья. Общее руководство осуществляли рабочие местного лесхоза. Какие деревья высаживали, расскажем в следующем материале. А можно кулочек сюда вбить? Можно. Вот еще раз, отойди, пожалуйста. Пустырь возле 14-й школы совместными усилиями учеников и жителей соседних домов превращается в парк. Все работы идут под руководством профессионалов и сопровождаются кратким курсом биологии. Тема – флора и фауна при Байкалье. Наглядные пособия тут же под руками. Рябина – это кустарник или дерево. Благородное дерево. Во-первых, у него есть и цветы, есть и ягоды, которым пользуются как человек, так и птицы. В прошлом году, допустим, прилетели сюда, сверестели, как население на них смотрело. Просто это красота. Когда прилетает целая стая, кушает рябину и потом довольны влетели в свои края. Сейчас, после высадки, листва на молодых деревцах может пожухнуть. Но это, как говорят специалисты, не беда. К весне все будет в лучшем виде. Все, что нужно, распустится и зацветет. Татьяна Веретина, Арина Сырейщикова. Середина земли. Иркутская область. Сильные дожди в середине августа сбили график уборочной. Отставание сейчас составляет примерно две недели. Всего по региону собрано только 13% зерновых. В прошлом году, к тому времени, показатель был 50%. Как сельские хозяйства при Ангаре спасают урожай и пытаются вновь войти в нормальный темп страды, расскажет Туэн Немаева. В принципе, горох, если вы знаете, это культура, она в принципе, это ямальский сорт, он в таком положении должен быть находиться. Но сегодня, сами видите, в каком он находится положении. Как будто по полю прошелся асфальтоукладчик, говорит агроном Леонид Ширяев. Перед самым началом уборочной ливни и сильный ветер пригнули в сходы к земле. Их поднимают с помощью специальных приспособлений, установленных на комбайнах. Они так и называются – стеблеподъемники. Урожай словно вычесывают с полей. Таким способом горох, например, можно убирать исключительно против шерсти. Комбайн работает только в одну сторону. Это замедляет темп, растут расходы на топливо. Кроме того, вместо 20 центнеров с гектара, хорошо, если получится собрать хотя бы 12. На этом складе находится 60 тонн очищенного и обработанного гороха, который собрали за последние два дня. И, как говорят агрономы, если бы не эти проливные дожди, его было бы здесь в два раза больше. По словам работников хозяйства, урожай гороха не окупит даже затраченных расходов. К сегодняшний день один литр яда химиката не меньше полторы тысячи рублей стоит. А у нас его 208 гектар – это примерно 200 тысяч на одну уходит только обработку яда химикатами. А их было четыре, это уже миллион почти. Плюс посев, плюс уборка, плюс подработка. Это все очень дорого. Сильные дожди с ветром осложнили уборку и других культур. Полегли пшеница и гречиха, картофель намок в земле. Требуется больше затрат на сушку и переборку. Примерно 10% его урожая пропало. Непогода сломала весь график уборочной. Хотя в предыдущие годы мы на 30 августа 50-60% урожая убирали. Это и зерновые, и картофеля. А фактически сегодня, если взять по зерновым, где-то около 20% убрали всего картофеля, а процентов 15 всего, 16. Понимаете? Поэтому основная нагрузка сейчас ложится на сентябрь месяц. Это немножко нас тоже гнетет. В поля брошены все силы. 120 человек и несколько десятков единиц спецтехники работают в две смены и еще по ночам. Отставание от графика сейчас две недели. Всего по области к настоящему времени собрано 13% зерновых. Самые хорошие показатели в Черемковском районе 27% от плана. В Зиминском и Усольском районах по 18%. Туяна Немави, Евгений Шарыпов, середина земли, Иркутская область. Наступает сезон домашних заготовок. В первую очередь это огурцы и помидоры, но есть и более экзотические варианты. Наш корреспондент Анастасия Цыганкова прошлась по рынку возле остановки Волжская и узнала, что почем. Своей дачи у иркутянки Риммы Авдаловой нет. Поэтому каждый год овощи для засолки покупают здесь, на уличном рынке возле остановки Волжская. Считают, что китайские огурцы не годятся, вкус не тот. Совсем другое дело то, что выросло на грядках местных садоводов. Размер тоже имеет значение. Смотреть надо, чтобы они были не очень крупные для засолки, потому что банок уже таких не бывает огромных, чтобы такие вещи ссорить. Ну и смотришь, как они все-таки по крепости, если они крепенькие огурцы, значит, что он недавно снят, может быть, вечером. А если он уже как вата, конечно, он уже несколько дней как уже снят, и его уже для засолки, я считаю, что это плохо. Цены на овощи в сезон заготовок выросли. Трехлитровое ведро огурцов обошлось в 100 рублей. В начале месяца можно было купить за 40. Стоимость цветной капусты пока не менялась, в среднем 70 рублей. Валентина Разнецкая торгует овощами со своего участка, сама же и устанавливает цены, ориентируясь на среднерыночный, и то, насколько хорошим был урожай тех или иных овощей. В этом году не уродились баклажаны. Соответственно, и подорожали 150 рублей за килограмм. Но, как уверяет Валентина, они того стоят. Баклажан, да, свой. Вот обязательно вот так берешь пальчиком, он должен вот так вот крутиться. Это свои, да. И китайские, они жесткие вот эти вот. У них вообще все жесткое. Вот так вот крутится. Потом он никогда не гниет. Он только усыхает. Вот просто усыхает и усыхает. Китайский может вот такими пятнами мокрыми сгнить. Если только увидели мокрое пятнышко, все это значит не свое. На помидоры цены не менялись. Для заготовок продавцы советуют брать вот эти мелкие, красные. Их удобно закатывать 100 рублей за килограмм. Для любителей поострее иркутские продавцы предлагают вот такой вот жгучий перец чили. Его добавляют в соленье для придания пикантного вкуса. Стоит он всего 6 рублей за 5 штучек. Для отдельных любителей кукуруза. 25 рублей штука. В качестве отдельного продукта для заготовок почти не используется. Но пара-тройка зубчиков придаст соленьям сладковатый оттенок. А початок потом можно съесть и сырым. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Середина Земли, Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. А программа Середина Земли продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Яна Ершова и мои коллеги-корреспонденты. Конкурс «Лучший врач Забайкалья-2016» учредили в крае. В нем будет представлено 30 различных номинаций, в каждой из которых конкурсантам выдвинут ряд профессиональных требований. Например, в номинации «За верность профессии» кандидат должен проработать в медицинской организации не менее 50 лет. А в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человеку», могут быть представлены хирурги или бригада хирургов и анестезиологов, которые, проведя уникальную операцию, вернули человека к жизни. Итоги конкурса будут подведены экспертной комиссией 1 декабря. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. Более 30 отрядов участников в Чите состоялся первый краевой слет юнормейцев. Основной вопрос, который стоял на повестке дня, это присоединение нашего региона к общероссийскому движению «Юнормия». Более 30 лет читинские школьники несут вахту на посту номер один у Вечного огня мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. В юнормейское движение многих приводит интерес к родной истории и желание послужить на благо Отечества. У меня отец военный, и глядя на него, мне тоже хотелось. А потом в школе начался набор в Каруул, и мне захотелось себя попробовать в этом, и вот до сих пор я здесь, то есть седьмого, начиная с седьмого класса. Когда ты в этом всем участвуешь, это такие эмоции, которые очень сложно передать другим людям, которые не понимают, не были именно вахты, например, памяти, потому что вахта памяти – это такой момент, когда столько эмоций, столько всего происходит, и это очень важно. Однако несение вахты – это не единственная задача, которую выполняют юнормейцы. Они изучают основы несения военной службы, встречаются с ветеранами, участниками боевых действий, принимают участие во многих мероприятиях. В нашей стране существует почти 5,5 тысяч различных военно-патриотических объединений, и сейчас ведется активная работа по созданию единого общероссийского движения. Сегодня самое главное – это влиться в общероссийское движение, любой из военно-патриотических отрядов, клубов, организаций, может, в принципе, принимать самостоятельные решения о вступлении их, именно военно-патриотическое движение, всероссийское движение, юнормейцы. Поэтому мы на основании этого проводим слет, определяемся, а наша деятельность, которая была, она будет просто развиваться сейчас более, наверное, интенсивно. Вячеслав Макаров надеется, что в будущем новое общероссийское движение должно занять ту же роль в жизни современной России, что и пионерия и комсомол в Советском Союзе. Ведь известно, что любовь к родине, готовность служить ее идеалам прививалась со школьной скамьи. История знает множество примеров подвигов молодежи в мирное и военное время. Антон Матушевский, Дарья Кунова, «Середина земли», «Забайкальский край». Она стала первой за 10 лет, кто попал в сборную России по военному пятиборью. Забайкальская спортсменка, младший сержант Анастасия Коновко, стала чемпионкой мира 2016. Победа в составе российской команды в Австрии принесла ей титул мастера спорта международного класса. О своих главных конкурентах, о секрете быстрого восстановления после рождения дочки и о том, кто всегда служит ей надеждой и опорой, спортсменка рассказала нашей съемочной группе. Ее конек – это полоса препятствий, стрельба из боевой винтовки и метание гранаты. Подтянуть осталось только плавание на 50 метров с препятствиями. И то только потому, что в бассейне Сибво нет технической возможности поставить барьеры. А здесь, как ни в одной другой дисциплине, нужна точность, замечает Анастасия Коновко. Она пришла в военное пятиборье после окончания наркоза и педагогического института. Ей часто доводилось видеть, как проводятся такие чемпионаты в Чите, и она решила просто попробовать. Как-никак, 10 лет за плечами легкой атлетики. В первом же турнире Настя показала себя лучше всех и получила право поехать на чемпионат в Питер. Так началась ее карьера. Она подписала контракт на прохождение военной службы и теперь прославляет не только за Байкале, где всего до 10 девчонок занимается так называемым пельтатлоном, но и весь восточный военный округ, где Насте нет равных. Еще три года назад она успела съездить на чемпионат в Бразилию. Сейчас приехала с золотой медалью из Австрии. К этому турниру спортсменка готовилась уже после рождения дочки Майи. Моя мечта – это хорошо выступать, ну и, так скажем, выигрывать всех именно на полосе препятствий. Но в данный момент эту позицию занимают китаянки. И я отчетливо помню, что когда я восстанавливалась как раз-то, у меня в голове были только вот эти вот полоса и китаянки, полоса и китаянки. Все, мне вот надо восстановиться быстрее, мне надо войти в форму, все, мне надо поехать на соревнования, мне надо с ними встретиться. И встретились. Россиянки обошли китаянок впервые за 20 лет. Работать всегда на пределе возможности и быть в форме Насте помогает муж – Алексей. Вместе они уже 7 лет. Их дружба началась в пятом классе, когда они ходили заниматься к одному тренеру по легкой атлетике. Когда Настя ушла в пятиборье, он последовал за ней. И теперь они тренируются вместе. Он пришел туда действительно недавно, и поэтому он пока меня догоняет. Естественно, он все время, ну он гордится, естественно, моими результатами. А я все время, наоборот, его поддерживаю и помогаю ему достичь такого же высокого уровня, как я. Наверное, так. И то есть, да, у нас нет такого, что мы там друг друга обижаем в этом плане. Наоборот, поддерживаем, подкрепляем, мотивируем с победами друг друга. У нас нет такого, что какой-то вот именно зависти, что там я бы хотел бы там же быть. Скорее, это именно вот волнение, переживание за нее, то, что она должна сейчас сделать то-то, то-то, она должна вот так-то пройти. И, соответственно, сидишь каждый раз, переживаешь, ждешь, пока появятся результаты. Особенно, когда вот сейчас есть прямые трансляции, это, да не знаем. Наверное, дома мы тратим намного больше нервов, чем они там на соревнованиях. То есть мы сидим перед экранами, ждем, пока это все покажут. По четырем дисциплинам они занимаются сами, и только по плаванию их тренирует иркутский наставник дистанционно. Во время подготовки к играм графику ребят жесткий, два раза в день. Выходной – четверг, и обязательно это – поход в баню. Кто-то считает, что тяжело, когда в семье два спортсмена, но семья Конопко думает иначе. Мы не определяем друг другу претензии, что там что-то не готово, что-то где-то не убрано, что-то кто-то где-то не успел сделать. То есть мы абсолютно понимаем, что времени не хватает у обоих, и, соответственно, если что-то не сделано, мы это делаем точно так же вместе. Не успели сделать, значит, виноваты оба. Поэтому нам проще в этом плане. Мне кажется, было бы намного тяжелее, если бы один тренировался, а второй просто сидел дома, смотрел за этим. Тогда было бы очень сложно понять человека. Им часто задают вопрос – как можно быть постоянно вместе 24 часа в сутки? Настя считает, что нужно найти себе такого человека, с которым подобных вопросов возникать не будет. Леша – сторонник того, чтобы просто давать свободно дышать любимому человеку. Периодически выгоняем друг друга к родителям. Поэтому бывают такие моменты, когда просто устаешь уже либо друг от друга, либо от каких-то бытовых дел, и у нас это обоюдно заканчивается, грубо говоря. Давай ты сегодня с утра соберешься и уедешь к маме отдыхать. Поэтому есть своя эмоциональная разрядка, есть свое пространство всегда. Их маленькой дочке всего год и 11. Она, можно сказать, впитала спорт с молоком матери. За два месяца до родов Настя все еще продолжала тренироваться, а через полтора после снова вышла на старт. Она у меня уже очень хорошо разговаривает, и поэтому, естественно, она знает, что мама улетела на работу, она улетела на самолете. И когда Алеша мне звонит, естественно, она берет уже трубку, то, что знает мама, мама звонит, и все забирает, и спокойно она может мне, естественно, на своем таком простом языке объяснить, ну, грубо говоря, как у нее дела, чем она занималась. Вот даже если взять, например, пример, когда у нас был чемпионат мира в Австрии, проходил, там у нас была прямая трансляция. И, соответственно, Алешка следил за этим, смотрел постоянно онлайн, и одновременно с ней. И, то есть она смотрела, видела меня, как там по телевизору, там по телефону или там через компьютер показывает, и она говорила, мама, мама там стреляет, ну, естественно, своими там жестами, звуками все это. Болело за меня, в общем. Уже в сентябре спортсменка отправится на международный турнир в Польшу, а перед этим на соревнования в Самару поедет муж. Даже здесь все поровну. Ну, у меня, как видите, все точно сложилось. У меня есть карьера, то есть работа, у меня есть семья, у меня есть дети, то есть у меня есть муж. Одна общая цель, общие планы, и поэтому у нас не приходится разграничивать, да, и ставить что-то в приоритете, потому что у нас все идет ровно. То есть у нас есть все. Мы счастливы. Яна Ершова, Анатолий Тюльнив, Середина земли, Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Монголии, они уже с нами на связи. Здравствуйте, коллеги. Расскажите, что интересного произошло у вас. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы в Бурятии. В эти минуты расскажем о событиях Монголии. В студии Батхур Эль Циренхам и мы начинаем. Во все верном исследовательском центре город Улан-Батор прошла 11-я международная конференция по монголоведению. В ней приняли участие более 400 ученых из 29 стран мира. На конференцию побывала и наша съемочная группа. Слава моим коллегам. На открытии участников конференции поприветствовал министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Батсурь. Он отметил важность вклада монголоведов в дело представления по всему миру богатой истории, культуры и традиции Монголии. Выразил благодарность за совместный и ответственный труд ученых, которые содействуют взаимопониманию и укреплению дружественных связей между народами. С каждым годом интерес к Монголии набирает весь среди ученого мира и доказательства этому – научные работы, доклады наших коллег из других стран. В этом году ученые представили доклады на следующие темы – история, культура Монголии, филология, религия и язык, экономика и международные отношения. У нас, как и в Монголии, тоже существует кочевой образ жизни, поэтому интерес к стыпной стране, вызванной у моих земляков, вполне объясним. У них есть огромное желание как можно ближе познакомиться с жизнью, религией и традициями монголов. Для этого венгри был открыт Центр монголоведения при кафедре по изучению Центральной Азии Будапештского университета им. Лоранда Этвиша. В Монгольском исследовательском центре активную позицию занимает молодежь. К примеру, в летнем институте учатся 32 ученых из 12 стран мира. На сегодняшний день по всему миру свою деятельность ведут 48 исследовательских центров по монголоведению. В будущем планируется открытие подобных центров в Канаде, Италии и Турции. Цок Цайхан, Алтан Сух, Середина Земли, Монголия. Монгольские мужчины живут меньше женщин на 10 лет, а жизнь монголов в целом по сравнению с людьми из других короче на 10-15 лет. Об этом говорят данные статистики Министерства здравоохранения. Какие факторы влияют на продолжительность жизни в степной стране, об этом наш корреспондент. По статистике Министерства здравоохранения за 2015 год монгольские мужчины чаще всего болеют респираторно-вирусными инфекциями, заболеваниями пищеварительной, мочеполовой, сердечно-сосудистых систем, получают травмы, отравления и страдают от других заболеваний. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 75 лет, а мужчин 66. Разница составляет почти 10 лет. Нашим мужчинам психологически сложно ехать в больницу, даже если у них что-то болит. Когда они обращаются к врачу, когда боли становятся, невозможно терпеть. Это неправильно. Им надо хотя бы раз в год обращаться к врачу. Чтобы улучшить ситуацию, врачи советуют монгольским мужчинам для начала бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. А вот чего, напротив, нужно больше – это свежих овощей, фруктов и делать по крайней мере 30 минут упражнений в день. Это станет прививкой от факторов, негативно влияющих на продолжительность жизни, таких как слабый иммунитет, вредные привычки и нежеланный мужчин вовремя проходить обследование. Цирлхам Ульцихуток, середина Земли, Монголия. Новый китайский спутник зондирования Земли Галфейн-3 передал первые снимки поверхности планеты в высоком разрешении. Спутник способен покрывать всю поверхность Земли круглые сутки при любых погодных условиях. Спутник будет использоваться для предупреждения о природных бедствиях, метрологических прогнозах, оценке водных ресурсов и других целей. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях. Все за скитаем, судя Сянжунань. В центре города Ханчжоу проектируется хедж-фондовый центр, аналог британского Гринвича. По плану, это место станет центром для финансовых стартапов в Китае. Наш репортаж расскажет подробнее. Юйхуан Шаннань – будущий центр финансовых стартапов. Расположен в живописном уголке города Ханчжоу. Этот регион станет важной площадкой для работы частного капитала в Китае. Провинция Чжитян – один из наиболее развитых регионов страны. Этот экономический центр привлекателен для финансовых учреждений, которые стремятся разместить здесь свои офисы. Экономический рост Ханчжоу может сравниться лишь с экономическим чудом. За довольно короткое время здесь зарегистрировалось 890 финансовых учреждений с общим капиталом в 80 миллиардов долларов США. Инвестиционный канал для частного капитала всегда довольно ограничен. Люди в основном инвестируют в рынок недвижимости или даже нелегальные частные банки. С другой стороны, многие компании, особенно стартапы, нуждаются в деньгах на разработку. Поэтому нам нужен механизм для балансировки спроса и предложения на финансы. Управление частным капиталом – относительно новая дисциплина для Китая. Но сейчас это направление привлекает все больше западных опытных специалистов, что важно для развития города. Ведь здесь работают и международные школы, построенные современные медицинские центры, но нет финансовой экосистемы. Мы можем разработать профессиональные инвестиционные стратегии и концепции риск-менеджмента для бизнесменов, и это позволит рынку капитала в Китае стать более зрелым. И мы также можем предложить варианты стимулирования развития и реформирования предприятий. Провинция Чжэцзян известна обрабатывающей промышленностью. Политика государства в целом – это переход к экономичной и инновационной экономике, поэтому местные власти надеются, что новый центр финансовых стартапов станет мощным катализатором изменений экономики города. Чжоу Ли Цзинь работает в компании, которая организовывает парковку у торговых центров и в других общественных местах. Один из финансовых стартапов в июле прошлого года инвестировал в это предприятие. «Наша рыночная стоимость выросла в пять раз и достигла 2 миллиардов 200 миллионов юаней в течение полугода после вливания капитала. Мы тратим средства на привлечение талантливых кадров и технологическое развитие». Парковка всегда была больным местом Ханчжоу, особенно в центре города. Но сегодня, используя новые технологии, можно просто забронировать место заранее. «У нас достаточно большой капитал, которым располагают сейчас частные инвесторы. И городской центр финансовых стартапов создаст возможности для предприятий с большим потенциалом. Мы надеемся, что мы сможем найти средства, чтобы модернизировать традиционные отрасли и решить социальные проблемы». Многие считают, что Китай отличает сильная реальная экономика, обилие частного капитала и довольно сложный инвестиционный климат. Чтобы реализовать свои амбиции, Ханчжоу просто необходимо запустить проект, подобный хедж-фондом лондонского Гринвича. Им и станет в ближайшем будущем Юйхуан Шэньнань. В Китае взяли курс на развитие авиации общего назначения. На базе аэропорта Кайху в городе Шэньян, провинция Леонид, открыли специальную тренировочную базу. Чтобы стать серфетицированным пилотом, нужно отлетать 150 часов и сдать экзамен. В свою очередь, власти КНР дали зеленый свет строительству 300 новых аэропортов. А значит, количество низковысотных площадок в стране увеличится вдвое. Такой шаг не только даст возможность развернуться пилотам-любителям и владельцам воздушных судов, но и внесет вклад в китайскую экономику. Подробнее в материале моих коллег. На авиашоу в уезде Факу города Шэньян может быть и не такие крутые маневры, как на парижском авиасалоне. Но дыхание захватывает ничуть не меньше. После четырех лет работы на северо-востоке Китая появилась самая большая в стране площадка для любителей гражданской авиации. Аэропорт Кайху – отличный пример для владельцев авиационных площадок по всей стране. Недавно здесь увеличили количество ангаров для стоянки самолетов и открыли возможность получения лицензии пилота. Весомый вклад в китайскую сферу авиации общего назначения. Мне пришлось отлетать 150 летных часов для того, чтобы стать сертифицированным инструктором. Я думаю, что впереди большие перспективы, ведь все больше людей хотят получить лицензию пилота. В США авиация общего назначения приносит миллиарды долларов в экономику страны. И Пекин не хочет упускать такую возможность. В прошлом году в Китае для полетов открыли более трети низковысотных воздушных пространств. У этого аэропорта меньше ограничений по маловысотным полетам. Мы не должны подавать план полета в Генеральной администрации гражданской авиации заранее. Пилот-стажер может свободно тренироваться на высоте ниже тысячи метров в радиусе 10 километров. После авиашоу амбиции аэропорта возросли в разы. Администрация планирует сделать его одной из ключевых тренировочных баз. Как для индивидуального обучения пилотов, так и для массовой подготовки летчиков для авиакомпании. Взлетно-посадочная полоса будет расширена, чтобы соответствовать требованиям тренировок для коммерческого обучения пилотов. Наша цель – стать главным авиационным центром в провинции Ляунин. В китайской сфере авиации общего назначения грядут большие перемены. Власти дали зеленый свет строительству 300 новых аэропортов. Это вдвое больше существующего количества взлетных площадок. На деле такой шаг даст возможность еще большему количеству пилотов-любителей воплотить в жизнь мечту о небе и укрепить транспортную систему страны. Виктория Слепцова, СиСи ТВ У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok